Добрый день, дорогие друзья! Мы в прямом эфире. Это Prima Media Live. Сегодня снова говорим о культуре, об искусстве. У нас сегодня в гостях куратор Центра современного искусства Заря Екатерина Крылова. Екатерина, здравствуйте! Вот, вспоминаю, говорили только что, что 8 месяцев назад Екатерина была у нас, так сказать, на Заре, на Заре Центра современного искусства Заря. Что изменилось? Что сейчас? Можно подвести какие-то вот такие итоги? Да, может быть, мало времени прошло, а может быть, уже и стоит подвести какие-то итоги вот деятельности ЦСИ Заря. Итоги совершенно точно можно подвести, потому что удалось реализовать все форматы проектов, которые мы задумали, большие выставки и мастер-классы, и лекционный цикл, и занятия с детьми, и поставки сюда новой свежей литературы об искусстве и культуре. И все они сработали, есть какие-то коррективы, мы сейчас больше уже понимаем, какие лекции, например, интересны нашему сообществу больше, в какую сторону двигаться в разработке выставочной программы. Но в целом все работает довольно хорошо и востребована аудитория, хотя нас пугали все-таки в Владивосток, будет сложно поднять диван и заставить отправиться на Зарю. Но вот все-таки есть, да, понятие, что востребовано нашей публикой? Вот что это такое? Попроще что? Либо, не знаю, что посложнее, либо что поярче? Совсем нет. Востребованы темы, которые могут заинтересовать публику с точки зрения возможности почувствовать себя сопричастными к решению каких-то проблем. Например, больше всего сейчас аудитория Владивостока урбанистика и проблемы городостроительства. И на лекции, которые мы организуем по этой теме, приходит огромное количество людей. И также интересует популяризация знания и новости науки. То есть работал Эдик Кеймент? Да-да-да, он сработал как раз-таки. Мы сомневались, что придет, например, человек 70, а пришло 120. И это очень радует, потому что если люди тянутся к знаниям, если они еще и активно проявляют себя на воркшопе после лекции, то это о многом говорит. То есть в Москве, как правило, на лекции, даже если приходит большое количество людей, они пассивно слушают, запоминают, что для себя, возможно, фиксируют. Но, как правило, вопросы ограничиваются одной-двумя руками, и дальше они предпочитают отправиться пить кофе. Здесь же аудитория готова приобщиться, задать лектору вопросы, взять что-то для себя полезное, и при этом они уже готовятся к лекции, когда идут на нее, и вопросы какие-то рождаются не спонтанно. Потребность вот в этом ощущается? Ощущается совершенно точно. А вот кого еще будете привезти? Дмитрия Абрамова привозили со стрелки буквально на днях. Ближайшая мечта привезти архитектора Ивана Овчинникова, который придумал в свое время и очень успешно запустил проект «Города». Иван очень много работает с малыми формами и с большими конструкциями, и с благоустройством общественных пространств, что больше всего нас волнует всех сейчас. И мы очень хотим включить его, во-первых, в жюри нашего архитектурного конкурса, а во-вторых, привезти с лекции мастер-класса. Про архитектурный конкурс чуть-чуть попозже. А вот все-таки о самом ближайшем событии хочется поговорить о выставке украшения красивого элитарности китч в современном искусстве. То есть полное название. Что это за выставка? Такая реклама интригующая. Что ждет нас? Это выставка подготовлена отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, который публике, наверное, широко известен все-таки как институция, которая занимается традиционным искусством, собирает и хранит великие шедевры. Но также в 2001 году был образован отдел новейших течений, который изучает авангард второй половины XX века и новейшее искусство, созданное нашими современниками в веке XXI. И выставка украшения красивого, она сопоставляет как раз мотивы массового искусства, так называемый китч, коврики с оленями, чашки с кошечками, какие-то интересные сейчас, по прошествии времени большого, предметы крестьянского быта, именно декоративные, отличающиеся даже не красотой, а такой красивостью. И берет довольно обширный пласт работ современных российских художников, представляющих неофициальную волну. То есть понятно, что в постсоветский период все еще был официальным искусством соцреализм, и художники, рисующие пейзажи, портреты вождей, какие-то картинки, мотивирующие людей работать и добиваться светлого будущего, а авангардная волна занималась анализом насущных проблем, того же самого дефицита продуктов питания, железного занавеса и невозможности, в общем-то, существовать свободно и гласно. И сейчас, как выяснилось в ретроспективе, эти все художники тоже интересовались темой декоративности, и брали, как Энди Уорхолл, который существовал в обществе изобилия, а они во времена дефицита и перестройки также руководствовались образами массовой культуры, брали известных артистов, например, кино, которые мелькали над телевидением и на всех газетных разворотах, и как-то их приукрашивали. Они анализировали темы очень некрасивых, брутальных тиражных предметов быта обычного человека и, например, возможностей по их украшению, тот же самый стиль кжель или хохламу, который сейчас, например, популярен. И вся эта выставка построена на контрастах и на том, что зритель должен подходить к произведению с собственным критическим суждением. То есть есть работы в музеях, которые промаркированы уже как шедевры, и ты запрограммирован воспринимать их с восторгом. Здесь совсем другой посыл, здесь многие работы, может быть, очень-очень с сомнением можно назвать шедеврами, хотя практически все художники, которые на этой выставке показаны, они очень востребованы за рубежом и признаны в числе художественной элиты российской уже. То есть это художники с довольно большим бэкграундом. К правилу, большинство из них разделили в 60-х. И как раз-таки на этой выставке зрители сам вынуждены разобраться, где кич, а где современное искусство. Они в некоторых своих проявлениях очень схожи. И уже выработать свое отношение к этому направлению в творческой жизни нашей страны. И что самое интересное, это очень большой срез. То есть во Владивосток вряд ли приезжала выставка, объединяющая такое количество имен современных художников. А вообще сколько времени ушло на договориться с Третьяковской галереи, чтобы она послала одного из своих руководителей отдела современных течений в Владивосток, привезла целую выставку. На самом деле все сейчас происходит намного легче и быстрее. И договориться под временные переговоры это буквально пара дней. Потому что художник, который мы привозили на нашу прошлую выставку, человек, играющий, Растана Тавасьева, он номинирован на премию «Инновация» с той работы, которую он нас показывал. И вдохновившись пространством нашим, вдохновившись Владивостоком, он сказал, «Катя, ну как же так? Нужно обязательно, чтобы сюда приехала выставка украшения красивого, которая сейчас ездит по регионам. Вот тебе контакт, я предупрежу, что ты позвонишь, договаривайся, и все будет хорошо». Так получилось. Сработало сами на себя практически хорошо сработало. Что сложного, на ваш взгляд, да может быть, для зрителей Владивостокских в этой выставке? Скажу сразу, что именно для широкого зрителя в принципе ничего особенного сложного нет. Я проверяю это на своих смотрителях, которые тоже далеки от современного искусства, и тем не менее они довольно быстро все схватывают, даже взглянув на эти работы. Дело в том, что все они анализируют очень популярные мотивы, такие как любовь, красота, восточные фантазии, все то, что модно, все то, что на виду, и очень легко включиться в эту выставку. А дальше уже начинаю читать тексты, которыми мы все это сопроводили, старались объяснить как можно доступнее. Можно всерьез увлечься этим направлением. Выставка открывается? Открывается 14 марта в 11 утра. И продлится? Она продлится до конца мая и будет работать каждый день, потому что мы без выходных, и работаем довольно удобно. До 8 с понедельника по четверг и до 10 вечера с пятницы по воскресенье. Вот какие-то же есть уже планы, наверное, не только на эту выставку работать, с этой выставкой, а уже на следующие, последующие выставки, последующие проекты. И на сколько вообще планы, на какой срок распространяются? Сейчас планы распространяются очень на долгий срок. Но, наверное, пока могу сказать совершенно точно о двух выставках, которые мы планируем, чтобы, возможно, не обнадеживать зрителей зря. Совершенно точно мы сейчас работаем над выставкой с граффити-художниками московскими. Эта тема очень популярна в Владивостоке, я знаю совершенно точно. И очень хочется показать работы московских ребят, признанных художников даже за рубежом. В ней будет участвовать Алексей Лука, я знаю, что его в Владивостоке знают и любят, Дмитрий Аске, Сиг Системс. Он тоже очень интересный, со своим особенным стилем, уличный художник. И также будет участвовать Толик Акуи, который параллельно с выставкой еще раз пишет «Подборную стенку на заре». Уже готовит к этому эскизу. И задача нашей выставки – представить работы уличных художников, но галерейного формата. Я думаю, это вряд ли кто видел. То есть граффити-художники существуют помимо уличной своей деятельности, еще и музейными работами. И так как раз их искусство развивается и продвигается уже на музейный уровень. И мы привозим ассамбляжи, холсты, трафареты, возможно, несколько фресок, объектов они сделают на месте. То есть это абсолютно музейная ретроспектива и совершенно разных стилей, что интересно. Идем дальше. Про другие аспекты деятельности Центра современного искусства. Потому что помимо выставок куча всего. Насколько я знаю, читальный зал, магазин книжный, детские мастерские. Про детские мастерские подробнее. Зачем это Центр современного искусства? И сколько на них хватает сил проводить еще какие-то мастерские? Вот для себя принципиально осознаю, что человека после 13 лет, в общем-то, изменить довольно сложно. А хочется, чтобы подрастало поколение, которое открыто к восприятию всего нового и заряжено какими-то интересными идеями. Поэтому тех занятий, которые сейчас проводятся еще до сих пор по советскому образцу, такие как ИЗО и какой-то кружок по мастерству и рукоделию, это в принципе недостаточно современному ребенку, да и родители осознают очень недостаток в этой сфере. И мы уже с октября проводим детские творческие мастерские по разработкам Центра современной культуры Гараж. И они очень востребованы. Единственное, что мы не очень хотим повторяться, и сейчас этот цикл из 20 выходных заканчивается. И мы берем в разработку новые программы. Сейчас для нас разрабатывают творческие задания Анастасия Леонова-Барабанщикова. Это руководитель одноименного кинотеатра «Зарявки» в Калининграде. И также хорошей детской студии, очень востребованной детьми и родителями детской. И также две потрясающие художницы. Одна из них, точнее, художница и архитектор Наталья Домина. И художница Мария Шмидт, они живут в Париже и разрабатывают программы европейского уровня. И для нас они согласились за наш скромный бюджет и все-таки адаптировать свои разработки под нашу аудиторию. И это действительно очень интересно. Они принципиально делают такие творческие кейсы, которые заставляют ребенка думать, фантазировать. И как можно меньше показывают шаблон того, что нужно сделать. Здесь, скорее, творческое задание строится на очень простых материалах и воображении ребенка. Сочинение на произвольную тему. Даже не на произвольную, но на очень пространную. И первым своим занятием, например, дети будут строить кусок родного города из кубиков сахара. Это будет очень красиво. И в конце сложится большая инсталляция. Возможно, это будет Нью-Йорк, а возможно, это будет нечто более равнивное. Наши специалисты, Владивостокские, задействованы в разработке программ, каких-то интересных кейсов тоже наших. Потому что, вообще, я помню, были выставки наших фотографов местных. На каком уровне взаимодействие с нашими местными творцами? У нас очень активное взаимодействие продолжается с Concrete Jungle. Я все-таки надеюсь когда-нибудь сделать их персональную выставку. Но так случается, что когда я приезжаю в Владивосток, ребята сильно заняты. И у нас процесс активных монтажей. И мы пока еще не договорились, о чем оно будет и когда точно. Но очень надеюсь, что это случится. И случится в формате большой выставки в Белом зале. Но в ближайших планах привлечь ребят как раз к участию в выставке с граффити-художниками. И также позвать их разработать для нас архитектурные мастер-классы для детей. Я знаю, что и Феликс, и Вадим очень интересуются этой темой. Потому что они целые прекрасные люди. И уже видел у них в цеху прекрасных лошадок и птиц. Очень хочется, чтобы они разработали для нас, возможно, какой-то детский конструктор. С которым будет интересно работать детям от 5 до 12. Буду с ними об этом говорить. Про Москву хочу спросить. В Москве насколько поменялось отношение, либо узнавание того, что в Владивостоке есть заря некая. Что туда можно ехать, там можно быть, там можно что-то делать. Не могу сказать, что мы очень много уделяли внимания федеральному пиару и налаживанию каких-то связей с проектами, которые существуют параллельно культурными и известными в Москве. Скорее занимались преимущественно выставками. Но вдвойне поэтому радостно, что, например, пишет фестиваль платформы, который хочет с нами работать. Это фестиваль театральный Кирилл Серебренников. Пишет Винзабот, желающий показать у нас свои экспозиции. На днях написала Стрелка, которая сюда собирается привезти своего архитектурного эксперта и устроить день открытых дверей именно на нашей площадке. Пишет фестиваль Траектория, который приезжал к нам со спектаклями Ликвид театра и привезет еще одни в октябре. То есть известность площадки растет. Галерея Эрарта из Питера тоже писала нам. Я думаю, что контенту будем обеспечены. Главное, чтобы не пропадал интерес к этому месту. У местной аудитории. А вот что нужно делать, чтобы он не пропадал? Вот куда двигаться? Понятно, что постоянно что-то новое, да. Но что еще? Я думаю, что нужно осваивать все же постоянно какие-то новые форматы, такие как, например, конкурсные, то, что мы сейчас выпускаем. И все-таки Заря, она как довольно удаленный объект, живет сейчас с событиями. Каждые выходные мы стараемся показывать интересные документальные фильмы. Также у нас есть клуб документального кино по четвергам. Мы собираемся расширять лекционную программу, все-таки привозить, например, лектора два раза в месяц, а не один, чтобы постоянно была возможность нечто новое узнавать из первых рук. И также очень радует обращение местных консульств и культурных центров других стран с предложениями к Заре принять участие в грантовых программах, разработать предложения и получить под него бюджет. То есть это очень хорошая возможность. Кто, собственно, банкет-то оплачивает? Вот за чей счет? Ну, понятно, что это все стоит денег. Да, большое спасибо за это группе компании Synergia, которая поддержала наш проект как инициативу развития территории. Это очень всегда радует, когда коммерческий бренд обращается к искусству и к культуре. Это вообще первый раз в таком формате и в таком масштабе. И очень радует, что они не ждут немедленных результатов в виде прибыли, а готовы терпеть, готовы воспитывать аудиторию, готовы подтягивать ее к высшей культурной планке. Это действительно современный подход. В Москве такой подход демонстрирует гараж. И я надеюсь только, что такой ориентации у бизнес-компании в Владивостоке будет только развиваться на примере Зари хотя бы. Это очень важно. Ну, спасибо, Тарак, компания Synergia. Про конкурс. Вот сейчас поговорим про архитектурный конкурс. И я еще сюда включил этот вопрос из интернета, потому что, ну, собственно, по сути этого конкурса... Катя, спасибо вам большое за работу. ЦСИ Заря стал одним из знаковых мест в Владивостоке, точкой притяжения неглупых идей, местом, где каждый может найти что-то для своего развития. Это вот начало такого вопроса. Здорово. У меня несколько вопросов. Ну, во-первых, как вы... Сейчас общественность обсуждает возможность модернизации парка Минного городка. Каким, на ваш взгляд, должен быть этот парк? Может ли как-то Заря посодействовать в развитии этой территории? Был на это хоть какой-то запрос администрации города? Ну, вот, наверное, понятно, что я не думаю, что вы кардинально, в каких-то образом, сильно разбираетесь про парк Заря. Но вот конкурс с архитектурной, он, по сути, вот, вложится вот в этот вопрос. Вот модернизация парков, парковой зоны и конкурс, который объявил Заря. Что за конкурс? Наш конкурс, в общем, нацелен на разработку очень универсальной мобильной платформы для городских пикников. То есть для какого-то более культурного, нового качества уровня, уровня отдыха на открытом воздухе. И наша цель это призвать именно молодых профессионалов разработать какое-то интересное решение, которое универсально можно использовать в разных точках города. И на набережных, и на каких-то официальных и неформальных смотровых площадках, и в парках. И первым местом, где будет тестироваться этот модуль, станет Заря, который тоже обладает довольно непростым ландшафтом. И, в общем-то, этот модуль сможет себя во всех отношениях проявить. И недостатки своих достоинств впоследствии мы его сможем доработать. И, возможно, посоветуем к массовому производству. И парку Минного городка достаточно будет обратиться к архитектору, который его придумал, и предложить ему произвести его в промышленных масштабах. Я очень была рада, например, наблюдать в музейном квартале в Вене очень удобные трансформируемые скамейки, которые могут защищать ее от дождя и от солнца, или просто служить инфраструктурой для каких-то массовых мероприятий. Они очень универсальные, пластиковые, легко моющиеся и очень дешевые в производстве, но людьми они были, в общем-то, восприняты на ура. А что я думаю про благоустройство парковых зон? Скорее, Владивостоку все-таки как конкретному совершенно пространству поможет очень смелый эксперимент, как мне кажется. В Москве такие эксперименты сейчас как раз проводятся, и многим архитектурным командам, причем молодым, предложены разработать концепции народных парков. Они финансируются государством и отличаются от всего остального тем, что архитекторам как раз дана полная свобода самовыражения в рамках определенного бюджета. То есть их никто не заставляет устанавливать стандартные бордюры железные, а есть возможность проанализировать территорию, ее достоинства и недостатки, как, например, наличие заболоченных пространств, или места, которые облюбовало местное наркосообщество. И каким-то образом интересно это решить. И вот мои знакомые архитекторы как раз занимаются такой задачей. Возможно, Владивостоку тоже стоит привлечь одно из молодых бюро, которые здесь есть, я это точно знаю, к разработке концепции парка. Единственное, что за такую концепцию, если она качественная, если это профессиональные люди, нужно будет платить хорошие деньги. А наш модуль мы предложим испытать совершенно бесплатно. Надеюсь, мы его произведем. Ну вот готовы ли по-вашему, какое-то время в Владивостоке, жители города? Потому что Павел Шугуров пытался и пытается что-то здесь делать, и порой его какие-то даже самые безовидные вещи вызывают шквал эмоций негативных, как правило, колористическая схема города Владивостока и так далее. Как вот здесь перебороть вот это отношение к людям, что плохо, надо, чтобы было лучше. Начинается что-то менять, все кричат, оставьте, как было. Как это сделать? На мой взгляд, любая инициатива, она все-таки должна базироваться на исследовании потребностей людей. Это первый момент, и она должна быть функциональной. То есть если решение действительно только в украшении, может быть некрасивого, но все же это, возможно, не так здорово для города, как хотелось бы. То есть я представляю, что это стоит огромных денег, изменить колористическую схему зданий Владивостока, масштаб этого города, довольно большой. То, разумеется, сознание налогоплательщиков может возникнуть мысль, а зачем? То есть лучше бы я жил в сером доме, но у моего ребенка была бы классная детская площадка под боком. И на мой взгляд, нужно скорее тратить деньги именно на вещи, которые могут использоваться людьми по прямому назначению. И в части какого-то новостного повода искать новые схемы для воплощения этих идей, привлекать интересных людей, останавливаться на каких-то инновационных идеях, скорее таким путем идти. Вот многие, например, упрекают Центр современного искусства «Заря» в том, что он не везет с лекционными программами какие-то великие имена. Но эти великие имена можно увидеть в интернете. Они, в общем-то, всем доступны. Или прочитать книгу того или иного человека, который, в общем-то, заслужил себе имя в мировом сообществе. А есть люди, которые занимаются очень полезными, очень красивыми вещами. Они их мало знают пока, но они действующие профессионалы, которых можно сейчас увидеть, потрогать. И на один бюджет привоза великого лектора таких людей можно возить целый год. На мой взгляд, это более эффективный расход для средств. То есть, стоит ли возить великие имена за миллионы? Это оправдано ли? Очень хочется, чтобы... Мы просто всегда стараемся оценивать наши действия с точки зрения пользы. Если пользы действительно перевешивают, то да, это нужно делать. Вот, например, сейчас мы заметили, что лекторы, которые рассказывают о современном искусстве, город пока не очень интересный. И, наверное, будем концентрироваться на архитекторах, урбанистах, ребятах, которые занимаются интересным движением, партизанинга, например. Это гораздо более интересно. А вот что раздражает Владивостоке с точки зрения, не знаю, там, малых форм, да, и вот такой городской инфраструктуры? В принципе, не раздражает особенно ничего. Очень много рекламы, очень много бегущих строк. Это все мне понятно, для чего происходит. Реклама датей ориентирована очень на примитивные носители, что иногда расстраивает. Вот, но это понятно, что у города должно быть лицо. И лицо для человека интеллигентного, интересующегося культурой, оно всегда проявляется в деталях. Поэтому таким деталям, как фонари, клумбы, скамейки и прочей малой форме, действительно нужно уделять много времени. И все-таки еще одна проблема, мне кажется, действительно серьезная, это то, что очень много в бюджетных инициативах происходит для галочки. То есть есть потребность освоить какой-то бюджет, сделать, например, скамейки. Тот человек, которому повезло подвернуться со своим проектом скамеек в этот момент, его получил. Но вот даже, например, если в рамках нашего конкурса не придет ни одного стоящего решения, мы не будем делать этот образец, зачем это нужно. То есть мы, наверное, продолжим его дальше или предложим какую-то другую тему, которую, возможно, будет разработать достойно. То есть вот мой принципиальный взгляд, то, что если экспертное сообщество, например, которое позволяет оценить малую форму, все-таки рассматривая с точки зрения комплекса критерия, сказал, что оно все-таки не дотягивает до уровня, воплощение, воплощение. Да, что бюджет, в общем-то, будет потрачен не сильно эффективно, нужно продолжить разработки и, возможно, привлечь каких-то других людей. Едем дальше. Как вы думаете, для Владивостока будет достаточно одного центра современного искусства, вроде Зари, или несколько смогут комфортно уживаться друг с другом, не теряя аудитории? Это совершенно точно, что они смогут уживаться. Я сама за многополюсность города, и этот город довольно большой, у него сложный план. И, в общем-то, одна точка на заре, она не всем удобная, в том числе с наличием острова Русский и огромной студенческой массы там. Я могу даже сказать больше, что нескольким центрам современного искусства будет существовать вместе гораздо проще, потому что одному и тому же центру не нужно будет заполнять все выходные какими-то событиями, чтобы интерес к нему не пропадал, они смогут, в общем-то, существовать параллельно. Ну, а вы знаете, что-нибудь про проект «Дом новой культуры», который соберен на русском? Мне кажется, там как-то все начиналось так за здравие, сейчас заканчивается все как-то так за упокой. Все-таки нет. Про «Дом новой культуры» не слышу ничего давно, это правда. Я слышу очень много про «Дом новой культуры» в Калуге, которую общественность просит закрыть, потому что она, в общем-то, не очень нужна, как официально преподносится. Ну, тут очень много факторов, деятельность православного сообщества и каких-то активистов, выдающих свое мнение за общественное, это понятно, вот. Но все же тут такой момент, что «Дом новой культуры» или «Центр современного искусства» нельзя строить по решению просто построить его где-то, культурить что-то. Если он не востребован, он все равно не проживется. И второй момент – это бюджетная инициатива, инициатива Министерства культуры, и это, как всегда, огромное количество согласований, очень сложная схема расходования средств и очень сложная схема экспертизы того, что предлагается. И поэтому этот проект, возможно, если он и будет развиваться, то он будет развиваться очень медленно, и не потому, что кто-то плохой или чиновники плохие, а потому что это такая система, это тендерные заявки, это огромное количество процедур, с которыми, в общем, сложно существовать. В этом плане очень рада работать в рамках частной инициативы, потому что здесь гораздо все свободнее, быстрее и результативнее. Когда коммерческая структура однозначно. Хорошо. Появились ли у вас в городе любимые места для культурного отдыха? Может быть, музей Арсенева, арт-этаж или арка? Я очень полюбила музей Арсенева. Конечно, это событие для города, и каждый раз, когда приезжает к нам какой-то лектор, даже если не успеваю сама, обязательно отправляю его туда, я слежу, что сходил. И все очень хорошие отзывы о нем говорят, потому что действительно среда, она меняет человека, и этот музей сделан именно так, чтобы, придя в него, захотелось вообще ходить в музей. То есть это та ситуация, когда стены помогают. В общем, тот второй этаж новый, который сейчас открылся, его превратили в тотальную инсталляцию, которая очень заряжает энергией своей и атмосферой. Поэтому хочется изучать действительно историю Владивостока, хочется читать, хочется разбираться, почему на одной полке лежит мыло, а на другой кирпич. Это все очень интересно, и для широкой аудитории гораздо более полезно, чем вот эти музейные стеллажи, подписанные сухим таким канцелярским текстом. Вот. Арт-этаж я тоже очень люблю, но до него мне всегда очень сложно добраться в силу расположения и загруженности на монтажах, но с Александром Ивановичем очень хочется дальше работать. Я знаю, что у него огромная коллекция и даже в каком-то интервью прочитала, к сожалению, лично в разговоре, что он готов делиться с нами какими-то произведениями, если мы захотим его включить. Плюс ситуация достаточно критическая, потому что с переездом сейчас на остров Русский, где не готово ничего для приема, собственно, галереи, фондов галереи, как-то надо где-то будет их сохранить, и что-то очень жалко. А вот не возникает такое ощущение, что сделали сейчас музей Арсеньева, здорово, прекрасно, вот после него выходишь и смотришь, как же в остальных галереях все плохо? Возникает. Потому что было все плохо, и в музее Арсеньева был там, как-то вот, ну, везде все плохо, ну и нормально как-то, средний уровень держим, да? А вот сейчас музей стал, ну, действительно, тем местом, куда не стыдно человека отправить до гостя, вот, и стыдно в другие места становится отправить. Вот в другие места как раз отправлять стыдно, и никто и не отправляет, но это заметно владельцам, в том числе этих мест или их управляющим. Вот, например, я знаю, что в городе сейчас разрабатывается проект по регенерации библиотеки городских. Вот, я думаю, что это во многом, в том числе, заслуга музея Арсеньева, который преобразил свое пространство, и сейчас фокус именно этого проекта в том, чтобы изменить радикальным образом интерьеры, заставить человека, даже не заставить, а вдохновить человека пойти туда и провести там время, потому что книгу сейчас можно достать где угодно, скачать, если нужно, в интернете совершенно бесплатно, нет такого дефицита знаний и вот литературы, который был тогда, когда нужны были огромные количества библиотек во всей стране, вот, и сейчас библиотека, это прежде всего будет место для досуга. и я общаюсь довольно плотно с Сергеем Соловьевым, который мне рассказывает об этих проектах и всячески советуется, я знаю, что он даже привлек конкрет-жангл к разработке одного из проектов, это очень показательно. Ну, дай бог, чтобы это не осталось проектами, очень хочется надеяться, что администрации хватит ума все-таки продолжить это, потому что, ну, на мой взгляд, это одно из немногих хороших решений, в том числе и кадровые за последний день. Третий вопрос. Чувствуете ли вы конкуренцию или недоброй, или наоборот, доброй взгляды со стороны музеев, галереи и других культурных учреждений? Мне показывали маркетинговые исследования, в котором опрашивали представителей картинной галереи Александра Ивановича Городнева и еще каких-то экспертов, которые все сошлись в одном и том же мнении, которое не в мою пользу совершенно точно, но к нему можно по разному относиться. Оно не в мою пользу в том плане, что Зарю обвиняют в абсолютном игнорировании местного культурного слоя и местного дарования в том числе лекторов и авторов проектов. Это мнение есть, но это произошло не случайно, потому что прежде чем действовать так, как мы действуем, мы все-таки исследовали общественное мнение и поговорили практически с теми же людьми, ну, за исключением картинной галереи о том, что нужно городу и понять, что городу все-таки нужен свежий воздух. Так как местный слой, он, конечно, есть, но он представлен на других площадках исчерпывающе, и, в общем-то, что можем мы, это мы можем включать точечно представителей местной культурной общественности в наши проекты, но, например, устраивать лекции местных представителей мы, наверное, не будем, потому что все-таки у нас другое направление, мы должны делать такие события, которые будут новостью, это наша стратегия, и в том числе она оправдана нашим положением на въезде в город, но далеко от центра, вот, все-таки хочется оставаться именно такой площадкой, и если местное сообщество захочет интегрироваться в наши проекты, мы всегда будем этому рады, но будем просить интегрироваться именно на том качественном уровне, который мы заявляем и стараемся поддерживать. А вот он есть, этот качественный уровень у местного сообщества, потому что, ну, если ты не собираешь людей на свою лекцию, не знаю, в библиотеке Горького, да, ну, навряд ли кто-то будет 500 человек на заре на твою же лекцию. Есть тот уровень, да, ниже которого вы не можете опуститься, да, дотягивают ли местные товарищи? Понятно, что сейчас могут там закидать шапками зары, да вы что, настолько там гениев, гениальных, талантливых, очень умных, но... Вот 8 месяцев назад я приходила с проектом и говорила, что мы собираемся показывать каждый месяц выставку местного художника, фотографа или иллюстратора у нас в Велком Зоне. Вот это, к сожалению, не сбылось. Нам удалось показать местных фотографов, ну, двух фотографов и одного иллюстратора, а всех остальных людей, которые ко мне пришли и прислали свои работы, я, к сожалению, развернула во многом меня, поэтому в городе не все любят. Ну, в общем, я к этому спокойно отношусь, мы это обсуждали, но все же я считаю так, что если у тебя есть какой-то проект, если есть концепция, ты можешь потратить время, описать ее достойно и прислать в том виде, в котором даже Маре Ивановне будет понятно, что это стоящее дело. Если человек приходит ко мне в разгар работы над монтажом новой выставки и говорит, у меня есть гениальный проект, ты сейчас должна сесть на лавку, выслушать его и совершенно точно подтвердить, потому что я вот один такой в городе прекрасный. К сожалению, с такими людьми приходится сразу попрощаться и доказательство правильности этого решения в том, что так они не смогли сформулировать свою мысль и, например, ее выслать позже. А к людям, которые действительно себя что-то представляют, я очень внимательно отношусь. Например, пришел ко мне фотограф и начинающий видеохудожник Женя Бузукин, которому всего 21 год. Он большее время, большую часть времени живет на самом деле в Китае, возможно, у него поэтому более открытый миру взгляд. и он пришел наверное с 30 фотографиями, из которых мне понравились две, и я сказала ему Жене, вот у тебя есть 4 месяца, давай-ка ты понаблюдаешь за миром вокруг себя и что-то доработаешь в этом ключе. И действительно через 4 месяца он приехал вновь из своих путешествий и принес мне отличные фотографии. Из них я выбрала целых 34. И сейчас мы их показываем на заре. Конечно, это немножко мелкий формат, потому что начинающие художники не всегда заботятся о качестве своей техники, не всегда имеют возможность ее приобрести, но именно качественно и визуально это очень интересная работа. Если таких людей будет больше ко мне приходить, я буду очень рада. А вот проблема молодежи, что все-таки все талантливые, как выясняется, как они глубже вот это только здесь у нас или это по всей России это такая общая тенденция и проблема. Это тенденция по всей России. Вот что больше всего, конечно, расстраивает, это лень. Обычная, человеческая. И ее много во всех региональных городах. Ситуация немножко исправляется только в Москве сейчас, просто потому, что там огромная конкуренция. Если ты причисляешь себя к прогрессивной именно молодежи, то, конечно, захочешь пойти работать на стрелку или работать на телеканал «Дождь», журнал «Большой город», афиши и так далее. Но удержаться там практически невозможно, если ты ленишься, если ты не работаешь первое время 20 часов в сутки, если, получив отказ на твою креативную идею, что очень часто бывает, и бывает, что очень даже маститые креативные директора получают отпор и в реализацию их идеи не берут, ты должен спокойно к этому относиться, во всем бывают провалы и работать дальше. Там нет такой звездности, там все очень сейчас движется в сторону какой-то человеческой демократии, что ли, настоящей. Такой, без лидера, а просто работа по принципу самоконтроля и очень серьезная требовательность к себе. Вот это радует, поэтому, наверное, над Москвой уже видно звездное небо теперь. Воспитать это как вот этот самоконтроль и чтобы люди, хоть, не знаю, хоть как-то заморачивались то, чем, что они делают? Вот как это воспитывается? Сама до сих пор не решила эту проблему, столкнулась с ней на заре и до сих пор сталкиваюсь и разочаровываюсь, когда приезжаю после долгого отсутствия, хотя бы даже месяц-два и это уже заметно. Это очень расслабляется персонал, нужно постоянно тренировать, постоянно тестировать на уровень владения информацией о том, что мы даем и расстраивают в том числе комментарии, которые поступают от местных уже знакомых людей, которые пишут в Москву слушай, ну запустить конечно здорово все, можно и без запинки и безупречно, и это все выглядит красиво и интересно, а вот мне это совсем не здорово, когда ты уезжаешь все превращается в нечто региональное, так скажем, вот, вот это очень хочется избежать, больше внимания наверное в этот приезд уделяю персоналу. Ну вот трудно же найти местную Катю Крылову, которая будет здесь, в отсутствии не нашла пока, пыталась, если она вдруг меня услышит, и напишет мне, будет здорово. Книги все так же продолжается в чемоданах своим ходом? Нет, уже нет, уже наконец-то удалось все процессы, по крайней мере, ключевые привести в какое-то автоматическое состояние, что нам освобождает руки для работы над новыми форматами, книги, с ними уже проще, мы напрямую заключаем договора, уже по-моему есть они с семью издательствами, сейчас расширяем наш ассортимент, к нам уже едут книги нонфикшн, которые очень широко сейчас востребованы, это как раз показывает интерес к научным лекциям, приедут к нам книги о мозге, о генах, о происхождении человека, и все современные разработки. А с ДВФУ не возникало мысли поработать с точки зрения научпопа, вот таких лекций популярной механики? Вот пока, к сожалению, не удалось найти время наладить отношения с ДВФУ, с ГУЭСом и с волонтерским сообществом тем же самым. Нужно больше времени. Какое событие в этом году ждете особенно? Событие в принципе или событие в Универсоке? Я очень жду наконец-то начала работы с великим куратором и вообще моим кумиром Виктором Мизианом, который очень заинтересовался зарей и заинтересовался в принципе региональной деятельностью. И мы с ним сейчас думаем над проектом под условным названием «Ответ регионов в Москве» и хотим запустить его либо одновременно в нескольких региональных центрах современному искусству либо последователь но в Москву этот проект не поедет а так как любая деятельность Виктора Мизиана это в общем-то вызов местного арктритика московским выехать посмотреть и что-то об этом написать без внимания это оставить нельзя то это как раз тот проект который заставит центр обратить внимание на регионы это очень важно и интересно и это тот проект который для меня персонально очень сильно интересен потому что я в этой проблеме хочу разобраться это молодое современное искусство которое в Москве в общем цветет пышным цветом но мне как даже не специалисту именно в этом направлении именно молодого искусства последних двух десятилетий даже мне понятно что оно большей частью очень плохое сырое вот а такой человек как Виктор Мизиан он сможет действительно серьезную экспертную оценку дать этим проявлениям и выбрать действительно 20-25 стоящих работ на которые стоит посмотреть и в том числе региональным художникам которые будут точно знать на что ориентироваться потому что я сейчас вижу здесь интерес к новым форматам кто-то пытается делать перформансы снимать видеоарт делать какие-то инсталляции но зачастую это повторение каких-то не лучших проявлений может быть довольно ярких популярных каких-то замеченных средствами массовой информации но не самых скажем так актуальных и важных перспектив над этим проектом стоит поработать будет ли английский завтрак 2014 что интересного нас ждет этой весной такой вопрос английский завтрак ну было да что-то подобное нет нет делали типа ресторанного дня что-то такое выставляли столы но я не знаю было это на заре или не было может быть это вот на моем веку это было летом на набережных где-то в центре на цесаревич по-моему вот будет здорово в этом участвовать очень хочется в этом поучаствовать потому что заря она все-таки располагает к расслаблению пикника вот и возможно что-то получится сделать у нас огромная крыша тысяч квадратных метров на которой планируется открыть кафе то возможно в рамках этих форматов летом можно будет устраивать тематические завтраки и даже обеды у нас и в том числе в пространстве пешеходных зон над которыми работают сейчас молодые архитекторы это все выглядит очень симпатично в завершении еще раз про выставку украшения красивого вот мне просто интересует вот на какой возраст все-таки вот больше рассчитано это все пускай с 12 рассчитано наверное на больше на 25 плюс потому что вот именно в этом возрасте уже начинает человек интересоваться чем-то действительно важным самообразованием желанием разобраться в каких-то вещах которые позиционируются как актуальные хочется соединиться с этим и выработать свою точку зрения понимать хотя бы и вот именно поймать ту искорку интереса которая заставит читать об этом больше и возможно самому включиться в какой-то созидательный процесс и что бы вот сказала Катерина Королова про шести восьми месяцев нахождения во Владивостоке культурной среде Владивостока это вам не Москва полностью согласен ну что увидимся приходите на выставку украшения красивого Центра современного искусства Заря 14 да 14 с утра с 11 утра приходите спасибо большое удачи спасибо вам спасибо компания Синергия опять что не упомяну всего доброго украшения 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 Субтитры создавал DimaTorzok